Ну что ж, продолжим. Теперь, после того, как мы изучили весьма значительный кусок базового лиспа и изучили дополнительные возможности в виде циклов, локальных переменных, мы теперь можем кратенько рассмотреть некоторые классические алгоритмы. Я думаю, что подавляющее большинство моих слушателей с этими алгоритмами знакомы и без меня. Но интересно посмотреть, как они реализуются в лиспе. Хочу сказать заранее, приоткрыть спойлер. Реализуются достаточно просто. Начнём с сортировки. Правда, тут нужно сразу сказать. Сортируют ведь обычно не списки, а массивы. А массив и список – это далеко не одно и то же. К элементу массива доступ осуществляется по его индексу, как говорят информатики, за фиксированное время. Доступ к любому элементу массива осуществляется за одно и то же время. Другое дело – список. Доступ к элементу списка зависит от его положения в списке, потому что у нас нет механизма, чтобы, допустим, попасть сразу в 20-й элемент. Нам нужно начать с первого, от первого перейти ко второму, от второго перейти к третьему. И так нужно количество раз. Поэтому говорят, что доступ к элементу списка осуществляется за время O, большое от N. Кто знает, что это означает. Поэтому списки обычно не сортируют. Сортируют массивы. В полном Common Lisp, в настоящем большом, есть специальные типы данных. Они так и называются – массивы. Структуры с постоянным временем доступа к элементу, которые индексированы, которым можно осуществлять доступ просто по номеру элемента. В Home Lisp такие конструкции тоже есть, но они еще в полной мере не протестированы. Поэтому я пока в последнюю редакцию ядра не включил эти функции. Они есть, но я просто их не описал в документации, я про них говорить не буду. Мы будем сортировать списки. Ну, сортировка списков тоже может кому-то пригодиться. А с алгоритмической точки зрения, в сортировке массивов, в сортировке списков разницы почти нет. Мы просто должны понимать, что сортировать списки эффективнее. Сортировать массивы эффективнее. Сортировать списки менее эффективно. Но, наверное, я тут пишу, все присутствующие слышали такие слова. Пузырьковая сортировка. Ну, этот алгоритм несколько навяз в зубах, потому что его, извините, пихают во все обучающие курсы. Поэтому давайте мы его рассматривать не будем. А рассмотрим другие алгоритмы, которые в чем-то, может быть, и лучше пузырьковой сортировки. Вот, например, сортировка вставками. Как работает сортировка вставками? Мы создаем пустой список. Ну, обозначаем его рез, результат. В нем будет копиться результат. Берем из исходного списка элемент. Первый, второй, третий. Берем элемент за элементом. И вставляем его в нужное место списка рез. Когда исходный список исчерпается, то в рез у нас окажется его отсортированная копия. Все очень просто. Но сначала давайте создадим функцию, которая будет вставлять число в упорядоченный список. Вот я назвал эту функцию ins.in.lst. У нее два параметра. Первый параметр – это число, которое мы вставляем. А второй параметр – это список. Список должен быть упорядоченным. Ну, мы предполагаем, что все списки упорядочены по возрастанию. Если списки упорядочены были бы по убыванию, то тогда вот эту галку больше a мы должны были просто повернуть в другую сторону. Как работает эта функция? Если мы вставляем число в пустой список, то, очевидно, результат равен одноэлементному списку из этого числа. Вот и записываем первое условие в cont. Это если список пуст, то возвращаем просто list a. Напоминаю, что функция list – это базовая функция list, которая берет свой в данном случае единственный аргумент и превращает его в список. В противном случае, если вставляемое число больше головы списка, то нам нужно искать этому числу более далекое место. Вставлять его сразу нельзя. Поэтому мы строим новый список таким образом. Берем голову списка и приделываем его к результату вызова нашей функции на хвосте списка. То есть пытаемся вставить элемент a в хвост списка, а голову сохраняем. Ну, естественно, это рекурсия, которая поведет нас вглубь списка до тех пор, пока элементу a не будет найдено место, либо мы не дойдем до конца, и тогда список встанет просто самым последним элементом. Ну, а иначе, если вставляемый элемент меньше или равен головы списка, то мы его просто вставляем перед списком. И это будет правильно. Вот. А теперь сортировка вставками реализуется совсем просто. Вот смотрите. SortIns, то есть сортировка, insertion, сортировка вставками. LST – это исходный список, он не отсортирован. R – это результирующий параметр. Как видите, он сделан параметром по умолчанию, ну, значит, необязательным. По умолчанию ему присвоено значение nil. Смотрим. Если наш список уже исчерпан, то мы возвращаем R. Все отлично. Если список еще не исчерпан, то мы просто вызываем нашу функцию рекурсивно на хвосте списка, а голову с помощью нашей же функции insInLST, которая была на предыдущем слайде, вставляем в список R. И этот R становится новым значением накопительного параметра при следующем рекурсивном вызове. А вот смотрите, как это работает. На вход даем перемешанный неупорядоченный список, на выходе, как видите, получаем список упорядоченный. Очень просто и лаконично. И, кстати, если вы бы захотели запрограммировать этот список, но этот алгоритм, например, на C, то нам пришлось бы тогда использовать, ну, создавать какую-то списковую инфраструктуру, создавать типы. В общем, так лаконично у нас бы вряд ли получилось. Ну, LIS просчитан на работу со списками, поэтому вся списковая инфраструктура в LISP уже создана. Ну, в частности, и поэтому код получается таким лаконичным. Следующий алгоритм. Замахнёмся на быструю сортировку. Это очень красивый быстрый алгоритм. Даже доказано, что не существует алгоритма универсального, который мог бы отсортировать произвольный массив или произвольный список быстрее, чем это делает быстрая сортировка, квиксорта. Как она работает? Вот здесь я это дело описываю. Давайте мы это проговорим. Итак, у нас есть список, который мы хотим отсортировать. Мы выбираем разделяющий элемент. Как его выбрать, это, как говорится, целая наука. Но мы не будем сильно заморачиваться и в качестве разделяющего элемента будем просто брать голову списка. А хвост списка мы расщепим на два. В список левых поместим все элементы, которые меньше или равны разделяющего. Меньше или равны. А в список правых – все, которые строго больше. Но равные элементы можно класть, только договориться, единообразно. Либо всегда влево, либо всегда вправо. Это не важно. В этом случае, если мы выполним такое расщепление, то тогда все маленькие элементы у нас окажутся слева, все большие элементы окажутся справа. И степень упорядоченности массива возрастет. Или я иногда говорю массива, иногда списка. Но мы работаем сейчас со списком. Теперь, если рекурсивно применить этот алгоритм к левой части и к правой части, то можно отсортировать весь список. Только не забыть вставить разделяющий элемент между отсортированной левой частью и отсортированной правой частью. Вот разделяющий элемент, который мы оторвали, а у нас это голова, его не нужно забывать. Если все сделать аккуратно, то это будет работать и достаточно быстро, даже с учетом того, что списки в этом смысле не сильно оптимальная структура. Вот функция сплит, которая выполняет расщепление. Обратите внимание, код очень наконичный. Функция интересна тем, что у нее аж два накопительных параметра. У нее два обязательных параметра. А – это разделяющий элемент, ЛСТ – это список, который мы разделяем. А Л и Р – это, соответственно, Лев и Райт с предыдущего слайда. Когда мы закончили, когда список у нас оказался пустым, то возвращаем мы список из Л и Р. Но в данном случае наша функция должна вернуть два значения. То есть функция, по идее, должна была бы быть многозначной. Но многозначные функции в Лиспе есть. Есть они и в Хоум Лиспе. Но это такая продвинутая конструкция. Когда я верстал программу этих курсов, я решил уж совсем такие продвинутые, далекие вещи не давать. Поэтому мы многозначными функциями пользоваться не будем. Мы немножко схитрим. Возвращаем просто список из двух списков. А в противном случае, если голова ЛСТ меньше разделяющего элемента, то мы добавляем её к левому параметру. Смотрите внимательно. А если в противном случае, добавляем её к правому параметру. Вот две последние строки, в общем, абсолютно симметричны с точки зрения выполняемых действий. Одна добавляет в левую часть, другая добавляет в правую часть. После того, как эта функция набрана, быстрая сортировка реализуется, но не сказать, что сильно сложно. Вот смотрите, как это выглядит. Берём произвольный список. Проверяем. Если он пуст, сортировать пустой список нет никакого смысла. Результат сортировки пустого списка – это пустой список. Это первое условие в конд. А в противном случае заводим временную локальную переменную TMP с помощью конструкции LED и заносим в неё результат расщепления хвоста нашего списка LST с разделяющим элементом, равным голове. Вот мы список расщепили. А теперь посмотрите внимательно. Голова переменной TMP – это будет список L. Второй элемент переменной TMP, то есть кар от KDR, будет список R. Всё это нужно объединить с помощью append, но к элементу L, то есть голове, и к элементу R, то есть второму элементу списка, нужно применить наш же quicksort. Видите, какая тут сложная рекурсия. Тут дважды рекурсивный вызов вызывает... Тут два рекурсивных вызова. А между ними мы вставляем список из одного элемента, разделяющего нашего элемента, это кар LST. Вы будете смеяться, но это всё. Вот давайте посмотрим. По-моему, здесь я показываю, как это работает. Вот я даю честно на вход перемешанный список, и посмотрите внимательно, массив полностью упорядочен. Видите, это достаточно сложный логаридм, не всякий студент в состоянии его объяснить, но обратите внимание, как просто и естественно он запрограммировался на LISP. Следующий классический алгоритм, который мы рассмотрим, это знаменитая схема Горнера. Возможно, вы слышали эту фамилию. Горнер – это английский математик, по-моему, 18-19 веков. Где-то вот в те годы он примерно жил. Прославился он очень остроумной идеей, которую мы сейчас рассмотрим. Ну, те, кто не знает. Те, кто знает, немножко поскучают. А те, кто не знает, наверное, им должно быть интересно. Вот, предположим, нам нужно вычислить значение вот такого полинома или многочлена n-ой степени, который записан вот так, начиная со старших степеней к младшим, при каком-то значении х. Ну, казалось бы, чего проще? Вот обычно студенты, когда им даешь такую задачу, они сразу кидаются возводить в степень, в n-ую, и складывать в цикл. Благо, цикл они знают и говорят, ну, это мы умеем, это мы сейчас, раз-раз. Но давайте есть такое, хочу с вами поделиться, нулевое правило программиста. Сначала думать, а потом кодить. Нулевое правило. Сначала думать, а потом кодить. Давайте подумаем, нельзя ли эту задачу решить быстрее, чем просто в лоб, тупо возводя в степень и складывая. Возьмем простое кубическое полином, чтобы уж сильно не заморачиваться. И давайте посчитаем, сколько нужно умножений будет, чтобы вычислить необходимые значения. Вот кубический полином. П3х куб плюс П2х квадрат плюс П1х плюс П0. Чтобы вычислить первое слагаемое, нам понадобится три умножения. Во-первых, два умножения, чтобы получить Х в кубе, и еще одно умножение, чтобы умножить на П3. Для того, чтобы получить второе слагаемое, нам понадобится два умножения. Одно умножение на квадрат и одно умножение, чтобы умножить П2 на Х в квадрат. Третье слагаемое потребует всего одного умножения, П1 умножить на Х. И если все сложить, у нас получится 6 умножений. Казалось бы, ну и что? А вот что. Если мы преобразуем наш поленом из такой красивой, удобной, я бы сказал, школьной формы к вот такой дикой скобочной форме, убедитесь, что на самом деле это тождество. Это одно и то же. Если мы раскроем все скобки, то мы в чистом виде получим p3х3 плюс p2х2 плюс p1х. И посчитаем количество умножений теперь. Теперь, то готовьтесь, у нас будет настоящее чудо. Нам понадобится всего три умножения. Одно, чтобы умножить p3 на х, другое, чтобы умножить скобку на х, и третье, чтобы другую скобку умножить на х. Всё. Ну а количество сложений по-прежнему будет равно 3. Вот такая схема вычисления поленома любой степени всегда экономит умножение. И эта экономия тем выше, чем выше степень поленома. Ну, видите, даже для поленома третьей степени мы сэкономили 3 умножения. И вот схема, не схема, а программка на лиспе из трёх строчек, которая называется Horner, ну, по фамилии этого английского мутематика. На вход она принимает список коэффициентов p, значение независимой переменной x, и необязательный параметр аккумулятор, накопитель, в котором первоначально ноль. Если список у нас исчерпался, мы возвращаем аккумулятор. Ну, накопительный параметр для того и служит, чтобы в нём копить результат. А в противном случае мы вызываем нашу функцию на хвосте с тем же значением x, а к аккумулятору прибавляем старое значение аккумулятора, умноженное на x, плюс голова списка p. И вот если мы выполним вот это вычисление, ведь 2 минус 3, 5 минус 8, фактически это соответствует вот такому поленому. 2x куб минус 3x квадрат плюс 5x минус 8. При x равном 2 вы можете убедиться, подсчитав на бумажке, его значение равно 6. Но оно у нас получается очень быстро за 3 умножения и 3 сложения. Это была схема Горнера, и я рекомендую ей всегда пользоваться, и не только в Лиспе. Она прекрасно работает, поскольку это алгоритм. Алгоритм не привязан к реализации. Я вам показал Лиспскую реализацию, но точно так же это можно сделать и в Питоне, и в Джаве, и в C, и в C++, и где угодно. Так что вот если кто не знал, прошу любить и жаловать. Ну, теперь давайте без остановки пойдем дальше и разберем деревья поиска. Ну, чтобы уж не дробить нам слишком много этих, на слишком короткие отрезки наш курс. Давайте разберем деревья поиска. Это очень тоже интересная тема. Мы с ней минут за 20 закончим, и таким образом на сегодня у нас работа будет закончена. Ну, наверное, многие из вас знают, что такое двоичный поиск в упорядоченном массиве. Не в списке, а в массиве. Если элементы массива упорядочены, и нам надо найти, проверить, есть ли какой-то элемент в этом массиве, то есть очень хороший способ. Вместо того, чтобы последовательно перебирать элементы, можно сразу пойти в середину массива и сравнить середину массива с искомым элементом. Если искомый элемент больше, а элементы упорядочены по возрастанию, то тогда искать надо справа от середины, в правой половине. А если элемент меньше, то искать надо в левой, потому что вправо в этом случае ему не быть. Он там быть просто не может. Вот это алгоритмическая суть двоичного поиска. Хотелось бы применить ее к спискам, но беда в том, что в списке мы не можем сразу попасть в середину. Конечно, мы формально могли бы написать такой алгоритм, написать функцию доступ к списку по номеру. Это все сделано, и они есть в стандартном листе, но они медленно работают, потому что в списке доступ к элементу по номеру, это, ну как я студентам обычно объясняю, это лягушачьи прыжки. От первого элемента ко второму, от второго к третьему, от третьего к четвертому, и так до N раз. Мы должны как лягушка прыгать, пока не допрыгаем до нужного. Это медленно. Это медленно. Поэтому много времени будет тратиться на сканирование, на вот эти лягушачьи прыжки. Есть способ лучше, который позволяет использовать преимущество списков и сводит на нет недостаток списка, то, что он не индексируется. И называется этот способ двоичные деревья поиска. Что это такое, разберем сначала на чисто алгоритмическом уровне с помощью картинок. Вот, посмотрите. Значит, двоичное дерево поиска у нас будет состоять из клеток. Мы будем их просто рисовать. В каждой клетке будет место для числа и место для двух ссылок. На клетку с меньшим значением она у нас будет слева, и на клетку с большим значением она у нас будет справа. Давайте возьмем вот такую последовательность чисел 23, 2, 11, 45, 15, 7. Вы согласны, что она перемешана, никакого порядка в ней нет. И построим из нее двоичное дерево поиска. Берем первое число и создаем первый узел нашего дерева. Но, как мы договаривались, в этом прямоугольничке будет место для числа. Вот мы туда списали 23. И место для двух ссылок, которые будут вести на меньшие значения и на большие значения. Пока эти две нижние клетки пусты. Дальше берем двойку. Вот она на следующих нескольких картинках. Очередной элемент списка выделяется красным. Мы хотим добавить в наше дерево, которое пока состоит только из корня, мы хотим добавить узел 2. Начинаем с корня. 2 меньше 23, значит, нужно подвешивать его слева. Движемся влево, а там уже пустота. Значит, мы создаем еще один узел, заносим в него двойку и с помощью стрелочки подвешиваем его слева к узлу 23. Получается вот такая картинка. Следующий элемент 11. 11 меньше 23. Идем влево. Там ссылка ведет нас к узлу 2. Сравниваем 11 и 2. 11 больше 2. Поэтому в узле 2 мы идем в правую часть, хотим подвешивать справа, а там пустота. Значит, раз ссылки нет, то мы имеем право число 11 подвесить к узлу 2 справа. Получается вот такая картинка, как я вам показал. Следующее число 45. Начинаем с корня. 23, а 45 больше 23. Его нужно подвешивать справа. Справа в корне была пустота. Вот мы подвесили 45 прямо к корневому узлу справа. 15. 15 меньше 23. Идем влево. 2 меньше 15. Поэтому от 2 идем вправо. Натыкаемся на 11. 15 больше 11. Поэтому 15 надо подвесить к 11 справа. Вот мы подвесили. Ну, последнее число 7. Вы уже, наверное, догадались, куда оно подвесится. Оно подвесится к узлу 11 слева. Путь такой. 7 меньше 23, поэтому шаг влево. Там двойка. 7 больше 2, поэтому шаг вправо. Там 11. 11 больше 7, поэтому шаг влево. А там ничего нет. Подвесываем семерку к узлу 11 слева. Все. У нас дерево построено. А теперь давайте попробуем найти в этом дереве, например, число 30. 30 больше 23, поэтому идем вправо и попадаем на 45. 30 меньше 45, поэтому от 45 шаг нужно сделать влево, если мы хотим найти 30. Делаем шаг влево, а там шагать некуда. Там пустота. Ну, значит, числа 30 в дереве нет. Мы сделали всего 3 проверки, ну, точнее, 2 даже проверки. 2 проверки. И выяснили, что числа 30 там нет. А если бы оно было, мы бы его нашли. Вот как выглядит работа с деревьями поиска на картинках. Тут не фигурирует никакой язык программирования. Это чисто алгоритмическое построение. Теперь наша задача, как же нам представить дерево в лиспе? Как? У нас есть список. А список – это универсальная структура данных. С помощью списков можно моделировать структуры какие угодно, в том числе и деревья. Давайте узел дерева представлять списком из трех элементов. Значит, левая часть, серединка – это просто число, и правая часть – это тоже список. Ну, вот, например, у нас корневой узел нашего дерева, который мы только что построили, а он у нас был 23 и 2 пустые ссылки, в лиспе это будет выглядеть так. Нил, 23, нил. Две пустые ссылки по краям, а в середине число 23. Следующее число 2 у нас пойдет влево. Левый нил заменяем, вот я красным показал, то, что становится вместо левого нил. Число 11 становится, ну, смотрите, внимательно, заменяет собой правый нил левого узла. Ну, все как на картинках. И так далее. Теперь, смотрите, мы напишем сейчас три простые функции, которые нашу задачу решат полностью. Напишем функцию, которая добавит число в дерево поиска. Это достаточно простая функция. Логика ее работы основана на следующих соображениях. Если дерево пусто, то мы создаем корневой узел. Просто создаем корневой узел. Как мы это делали при изучении деревьев поиска ну, тремя слайдами раньше. Создаем корневой узел. Если же дерево не пусто, делаем его корень текущим, а далее начинаем поиск места. Если добавляем элемент, больше элемента, который лежит в текущем узле, то добавляем в правую часть, а иначе добавляем в левую. Собственно, все. Но при этом нам понадобится, нам придется очередной узел дерева разбирать на составные части. И вот тут я вам вовремя не сказал, но чтобы быстрее вам дать основу и меньше грузить вас второстепенными деталями, вот иногда бывает нужно взять кар от КДР, КДР от КДР. В ЛИСП для этого есть вот такие удобные сокращения. КАДР – это то же самое, что и кар от КДР. Легко догадаться, что для произвольного списка кадр – это просто второй элемент, потому что это голова хвоста, а это и есть второй элемент. Но первый элемент – это просто кар. Второй элемент – это кадр. КДР – это хвост хвоста. Он нам тоже здесь может пригодиться. А КДР – это кар от КДР. КДР – это на самом деле, как вы понимаете, третий элемент списка. Вот если вы это запомнили, ну, в современных ЛИСПах есть функция НТАЖ, которая позволяет дать элемент просто по номеру. Вы можете такую функцию написать и сами, она легко программируется. Может быть, мы когда-нибудь, ну, вот, может быть, в следующий раз у нас будет не теоретическое, а практическое занятие. И я вам покажу, как легко программируются такие функции. А пока запомните, что кадр – это второй элемент, а кадр – это третий элемент. И тогда функция добавления в дерево выглядит вот так, не сказать, чтобы очень сложно. Функция называется ADD TO 3. Она принимает два параметра. Добавляемый элемент, я его обозначил В, и дерево, я его обозначил 3. Смотрим. Если дерево у нас пустое, то мы создаем корневой узел. Лист, НИЛ, В, НИЛ. Ну, я полагаю, что это не вызывает у вас особых трудностей. Если же добавляемый элемент больше, чем элемент, который лежит в корне, то есть, ну, лежит в текущем узле, кадр 3, это как раз, ну, элемент лежащий, это второй элемент корневого узла, ну, как раз число, которое там лежит. В этом случае мы добавляем его в правую часть, то есть, конструируем новое дерево с помощью функции лист. Первый элемент этого дерева, то есть, левую часть, просто копируем, кар 3. Второй элемент, кадр 3, копируем, а в третий элемент, в правую часть, добавляем, вызываем нашу функцию рекурсивно и добавляем ее в третий элемент нашего дерева. Ну, а в противном случае то же самое, только добавляем в первый элемент, а третий элемент копируем, как есть. Ну, и давайте смотреть, что получается. Берем пустое дерево, добавляем в него единицу, получаем нил 1 нил. А теперь, если мы единицу добавим вот в такое дерево, нил 2 нил, то единица ляжет слева. Если бы мы добавляли 10, то 10 легло бы справа. То есть функция у нас работоспособна. А теперь пишем функцию, которая список преобразует в дерево. Ну, смотрите, теперь это совсем просто. Обратите внимание, все функции объемом своим не превышают нескольких строчек. У нас на входе список и накопительный параметр, в котором будет копиться дерево поиска. Если список пуст, то возвращаем то, что мы накопили. Это терминальный ветвь рекурсии. А в противном случае мы применяем нашу функцию рекурсивно на хвосте этого списка, а голову списка добавляем с помощью add to 3, добавляем в наше дерево. И вот посмотрите, что у нас получается. Когда мы взяли вот этот наш список, с которого мы рисовали картинки, у нас получилось вот такое дерево. Видите, это правильная структура, которая и должна быть. Обратная задача дерево в список. Но это можно делать по-разному. Мы поступим самым простым способом. Пустое дерево, естественно, превращается в пустой список. А для непустого дерева результат получится как объединение левых потомков с элементом корня и со списком, который получается из правых потомков. Тоже достаточно просто. Вот функция 3.2.list, которая на вход берет дерево, а на выход возвращает список его элементов. Если дерево пусто, оно возвращает просто не. Если дерево не пусто, то тогда мы с помощью append объединяем преобразованный список левых потомков со списком, который получается из серединки дерева. Мы не можем написать кадр 3. Мы должны написать ист кадр 3, потому что кадр 3 это число. Функция append требует списков. И, соответственно, симметрично список правых потомков. если дерево поиска выгрузить в список, то список окажется вот таким образом, как тут написано, то список окажется автоматически отсортированным. Это дает возможность написать очень простую функцию сортировки с помощью дерева. Смотрите, мы берем список, загоняем его в дерево, а потом обратно это дерево преобразуем в список. И исходный список выгружается в сортированном виде. Это очень простой код, но его нужно хорошо понять. Я рекомендую вам проделать это все руками, не просто прослушать, а проделать это руками. Если вы все это хорошо поймете, то это вам пригодится не только в листве, потому что все это основано на алгоритмах, а алгоритм не зависит от языка программирования. Я и думаю, что это вам будет не бесполезно. И мы закончили сегодняшнюю нашу программу, разобрали локальные переменные, списки, некоторые классические алгоритмы, сортировку, деревья поиска. И вот вам надо три простые задачи. Первая задача. Дам числовой список, исключить из него отрицательные числа с помощью простой рекурсии. Вот сделайте это. Вторая задача. Даны два упорядоченных списка. Их нужно объединить, но так, чтобы результат тоже был упорядочен. Конечно, их можно сначала слить по аппенду, а потом отсортировать, но это очень нерациональный способ. Так делать не надо. Ну и, наконец, дано целое n. Построить список в любом порядке всех его делителей. Ну вот, например, для числа 45. Число 45 делится на 3, 5, на 9 и на 15. Вы можете использовать все приемы программирования, которые мы с вами рассмотрели. Можете использовать рекурсию, можете использовать функцию iter. Ради бога. Главное, чтобы получился правильный результат. Ну, успехов вам в решении этих задач. А следующее занятие завтра мы начнем с того, что рассмотрим эти решения. Потом пойдем дальше. Завтра у нас должно быть весьма интересное занятие, потому что мы будем рассматривать функциональное программирование в Лиспе. А пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok